Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет необычная тема, как вежливо избавиться от человека, который вам активно пишет на сайте в соцсетях или на сайтах знакомств. Не все же хотят напрямую сказать что-то нелицеприятное и показать себя с плохой стороны, хотя иногда приходится, да, когда люди совсем не понимают, что меня тоже всегда удивляло, ну как, как не понять, если тебе уже практически конкретно все сказали, да. Или даже если человек не ответил, некоторые девушки обижаются, да, если парни не отвечают, значит, не хотят отвечать, тем более, если только вам написали привет и все, это вообще ничего не значит. А то, что молчим и все такое прочее, да, это же не только мужчины пишут, это пишут и девушки, почему сразу не ответил и, ну ладно, это многие об этом говорят, речь не об этом. Как вежливо избавиться от человека, от мужчины. Потом мы обсудим, как вежливо избавиться от девушки, что гораздо проще, по-моему. Ну, если девушка, конечно, немного хотя бы интеллектуально развита. Итак, избавляемся от мужчины. Всего лишь стоит ответить на вопросы. Обычно мужчины сразу задают вопросы. Выходная сегодня, отдыхаешь, работаешь. И нужно ответить. Нет, не выходная. А почему? Там завяжется какой-то, может, диалог. Если сразу человек не понимает, что вам неприятно с ним общаться, да. Вот. И вы отвечаете, что нет, вы не работаете. И обычно следуют вопросы. Если человек не развит, что содержанка? Или если человек развит, хотя бы чуть-чуть интеллектуально. И говорит, кто же вас тогда содержит? Ну, извините. Вы мне кто? Муж, жених или кто? Вы можете меня содержать, да? Но обеспечивать. И обычно, после такого ответа, что вы нигде не работаете, все посягательства в вашу сторону прекращаются. Ну, также это хороший способ проверить человека, можно ли на него рассчитывать, если вы вдруг потеряете работу. И сможет ли он взять ответственность за себя. Дальше. Как избавиться от девушки, которая не понимает намеков, да? В переписке я имею в виду. Не то, что если вы встречаетесь. Это совсем другое дело. В переписке избавиться от девушки, наверное, нужно сказать, что вы отец-одиночка. Немногие девушки захотят. Ну, если вы не хотите себя очернить, да, как-то, можно ведь сказать, что вы запойный, употребляете. Также сказать, что вы не работаете. Но если вы так не хотите сказать, и все-таки хотите не то, что даже избавиться от девушки, а, может быть, ее как-то проверить, да? Наверное, я назову это видео, как проверить навшивость мужчину и женщину в переписке. Значит, мы задаем мужчину, задавайте, вернее, говорите ее девушке, что вы отец-одиночка, воспитываете одного, двух или более детей. Потому что дети у мужчины, это, на самом деле, гораздо хуже воспринимается, чем дети у женщины. И мужчина с прицепом, это ужасно, с точки зрения многих-многих девушек. Так же, как неработающая девушка, с точки зрения многих-многих мужчин. А почему, вот, да, девушки не готовы принять мужчину с детьми? Какой-то инстинкт, да, наверное, что вся любовь отдается своим детям. Не у всех, но очень у многих. И так же, это легко проверяется, готова ли девушка взять ответственность, воспитать человека, насколько она духовно развита. И это прекрасный повод. Ну и так же, избавиться от человека, так можно. От многих, можете мне поверить, избавитесь. Ну ладно, наверное, я вам все в этом видео довела. До новых встреч, которые будут очень-очень интересные. Всем пока. Удачи вам, любви, хороших знакомств. Пока.